Друзья, очень довольны, нашли хорошее местечко, ну прям огонь, место огонь. Собственно мы здесь будем ночевать, река Брулча, место отдыха партензанское, вот такая вот землянка. Мы там хотим палатку расстелить, вот посидим, пообщаемся. Землянка, конечно, огонь, там мы поставим палатку и собственно будем там сегодня ночевать. Села камера, очень холодно, минусовая температура, из-за очень быстро садится батарея. Кроссовки мокрые, я их сушил, короче, подболил, практически сжег. Да, мне зимнего спальника не хватает. Хлоу. Давай, закрывай двери. Я буду спать. Залезли мы в палатку, в нашу землянку, укутались вот в такие наши спальники, залезли в термобелье и сидим сейчас клацаем. Я смотрю то, что нас снимал, Коля лазит в навигаторе. Короче, знаете, так, каждый занимается время, так, коротаем, пока нас на сон не потянет. Как бы спать еще сильно не хочется, такой вот, слышится звук ручья, звук реки. Ну, прям, знаете, такой релакс. И, между прочим, мы заметили, что от ручья издаются, знаете, как голоса, больше даже женские, где-то там мужские, да? Заметил? Ага. Ты спишь уже там, что ли? Нет-нет, смотри. Вот, слышатся какие-то голоса и прям вот явные голоса. Я сначала сижу такой, говорю, ну, наверное, кто-то там и есть, короче. А Коля, как бы, ну, не услышал этого, такой там ходит, что-то такое. Он говорит, Вань, слышь, мне кажется, там кто-то есть, кто-то разговаривает. И вот реально слышатся голоса. Вот. Ну, откуда они идут, как бы, ну, понятно, что... От воды. Да, от воды, именно голоса от воды, но это вообще, как бы, мистика, блин. Да, я вам говорю. Ну, это круто. Они, голоса слышатся, но они неразборчивые, не понимаете, что говорят, как бы, но голоса они есть. Вот так вот. Как бы, что самое интересное, это я заметил, Коля заметил, одинаково заметили, ну, прям супер. Просто оба дрифанули. Да. Газанули. В целом, в целом, в палатке тепло. Ну, вообще, даже очень, мы не ожидали, на самом деле думали, что будет холодно. Вот, ну, класс, в палатке тепло и прям классно. И вот, осознаю, что, ну, будем спать в тепле, и это уже... Самое обидное, наверное, было, если бы мы сейчас залезли в палатку, вот тут в холодрыге колотун такой стоял. Ты понимаешь, у тебя в этом колотунец, придется спать. Вот, ну, короче, такое. Все, ребят, ложимся спать. Короче, завтра у нас новый день. Завтра мы собираемся пойти по местам героической славы, по местам партизанов, вот, по памятникам. Ну, в общем, думаю, будет интересно. Всем спокойной ночи. Ребят, всем доброе утро. Как видите, весна, а у нас зима. Вот здесь вот мы спали, вот в этой землянке. Ну, холодно было, конечно, очень холодно. Да, холодновато. Как тебе спалось, мец? Мне спалось нормально. Мы просто уже встречали ночью, поболтали, сейчас вот иди в дачу спать. Вадя стал бредить во сне. Хочу домой кровать. Кровать, дом, ванна. Да, кстати, я вам сейчас включу. 3.41. Всем доброе утро. Спальник, конечно, тоненький. Что такое Чабансаут? Холодрыга. Капец. Чабансаат, это что? Чабансаат, это начало реки Зуя. Там пещерка Чабансаат. И вот вверх до грота Кикая. Иди. Прямо по прямой. Далековато мы дойдем. Ну, можем дойти, как бы не. Не дойдем, пропадем. Нет, мы-то дойдем. Нам придется с ночевкой опять спать в лесу. Что это за звук? Наши не надо. Хорошо. Уже палатка вся. Впали в этой землянке. И, как видите, ничего с нами не произошло. Хотя на улице градусов минус 6. Минус 4 точно есть. Минус 4, но холодно. Минус 4 как минимум. Я взял с собой градусник, только он электронный. Батарейка села, тоже от холода не показывает. Хотел включить. Он не показывает температуру. Телефон был у меня в наружном кармане. В штанах. И он не разрядился. Ну, потому что ты его ляшечкой грел. Ногой? Ляшечкой. Все хорошо, конечно. Все классно. Единственное, что в палатке собрался конденсат. Потому что она в помещении была. Не обдувалась. И собрался хороший конденсат такой. Ну, было тепло в палатке. Ммм, травяная чайочка. Халвы давай? Халвы. Давай, Халвы. Наш стол. Его, наверное, не видно. Темно. Расскажи, какие планы у нас на сегодня. Ты там мониторил? Ночью? Ну, практически выиграл. В 3 часа ночи мы решали, куда мы пойдем. Куда пойдем? Пройти эти все боевые места славы. Посмотреть, какие были... В каких условиях происходили бои. Ну, и все. И, наверное, мы сегодня, возможно, закончим. Ну, такой двухнервный маршрут. В связи с тем, что немного не угадали мы со спальниками. Только это этого, да? Так весна же, блин. Да, мы спальники взяли в диме сезонки, а не зимники. Кто-то знал, что такая зима придет весной. Ребят, чтобы вы понимали, мы уже ходили в футболках. Шорты. Кто-то в шортах даже ходил. Футболка. Жара стояла. Капец какая. Вообще, какой-то контраст. Наверное, вы никто не поверите, что сейчас не зима. Что-то видео не задним числом снято. Чтобы вы понимали, я уже в машине ездил с кондиционером на 8 марта. Было жарко. Мы ездили в Севастополе, я включал кондиционер. Чай допиваешь, он уже холодный. Прикинь, как он наливает. Доливай еще. Нет, все, нет уже. Все, надо оставить кашу варить. Писнуть тебе? Нет, не кашу. Все просто отлично. Какие поленья позгорали ночью, да? Угу. Как лапа куриная. Все-таки для костра надо брать в походцевые обязательно перчатки рабочие. Простые, дешевые рабочие перчатки. У меня есть такие. Для стройки брал. Они у всех есть. Только их никто не взял. Набрали водички. Сейчас мы ее будем кипятить. Закипятим полную. Умоемся, потом зубы почистим, да? Ну, конечно, приведем все в порядок. Ребята, посмотрите. Приобрел такую конопляную кашу. С макоматом. Хороша. Тут пишется, что это такой прям источник энергии, прям бодрости. Съедайте эту кашу и заряжайтесь вот таким количеством витаминов. Ну, попробуем, что за каша такая. Такие вот снаряды, друзья. Лежат рядом с землянкой. Где мы ночевали. Тяжелые до ужаса. Тут бомбили конкретно. Позапрошлым видео вы видели. Мы проходили памятники. И там вот лежали вот такие снаряды. Их очень много в лесу. Очень много в этих местах. Бомбили здесь очень сильно. Здесь, конечно, было не сладко. А возможно, здесь и лес был частями выжжен. Ну, а вот сейчас только остались воспоминания. Остатки прошлого. Напоминают нам о тех страшных дней. О тех страшных моментах, которые происходили. В Великую Отечественную войну. Решил покормить воробушек фасолью и гречневой кашкой. Вот, тогда была полная тарелка. Коля вчера сильно много приготовил. Так вот. Может, такое, кто попросил много приготовить? Ну, мало ли. И голодные были, целый день не кушали. И что, у воробушек аппетит прям зачетный. Съели всю кашу. Понравилось. Коля, спасибо, сказали. Ну, вот они оставили. Видите, сейчас доедают. Тогда я просто подошел. Вот так вот. Здесь видно, такой пир был. Так, слушай, это не только воробьи были. Посмотри. Чьи-то следы еще. Вон, видишь, по столу идут. Видишь следы? Это кто-то вот спустился с леса. Как кошка, да? Да. Смотри, воробьи и кошачьи эти лапки. Это не кошка, это лиса. Лиса, да? Бегала здесь. Лиса ходила, да. Это лисий свет. Так интересно, посмотрите. Лиса спустилась оттуда. По запаху. Запрыгнула, прошла по столу. Похомячила. Похомячила. И пошла обратно. Кормим местных зверюшек, чтобы они не чувствовали голода. Уже холодно сейчас. И им сейчас тоже требуется хорошо питаться. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...